Сначала продать, а потом уже записать курс. То есть мы даже не записывали курс. Тех денег, которые вы отдали, да, 400 тысяч за обучение, не жалко. Суммарная выручка за, ну, три месяца составила где-то около миллиона рублей. А между собой вы как делитесь? Этого нигде в Ютубе вы не найдете. Друзья, привет! Меня зовут Илья Терновой. И я Федор Спиридонов. Сегодня на канале Акселератора самый сладкий выпуск, потому что к нам в студию придут два продюсера, которые сделали онлайн-школу по современным десертам и тартам. Это Денис и Максим Жарковы, два брата-близнеца. И вы, уверен, не отлипнете от своих экранов, но при этом не наберете ни одной килокалории. Зато наберете сегодня массой полезной информации и крутых инсайтов. Что же, погнали! Друзья, привет! И у нас сегодня как минимум необычный эфир, потому что у нас в гостях не один эксперт. Не один продюсер, а целых два. Это Максим и Денис. Привет, друзья! Привет! Привет! Как бы это? Привет! Ту-ду-ду-ду-ду! Уже небольшая пудренность начинается, но все будет хорошо, не переживайте. У нас будет конструктивный подход к нашему интервью и как минимум вдвое больше информации будет. Чем вы занимались до онлайн-образования и как вы пришли именно к этому? Я работаю, продолжая работать, то есть я пока еще не покинул свое основное место работы, я продолжаю работать в международной компании. Но в силу того, что все-таки достаточно долгое время там поработался, хотелось сменить сферу деятельности и попробовать что-то новое. Ну, получилось так, что мы наткнулись на рекламу акселератора, начали изучать этот вопрос. Я рассказал об этом брату, мы стали вместе его более подробно изучать, смотреть вебинары, ходить на какие-то мастер-классы. Ну и в конце концов приняли решение купить обучающий курс и начать обучение. Да, вообще надо сказать еще, что у нас есть еще один оффлайновый бизнес и связанные в связи с этим все прелести оффлайн-бизнеса. Это аренда, зарплата, ежемесячные платежи и так далее. И мы просто в онлайн-бизнесе увидели возможность отказаться как раз от вот этих вот платежей ежемесячных, аренда, зарплата и перейти, собственно говоря, на оплату от сделки. И в этом мы увидели очень хорошую возможность в этом развиваться. Долго изучали рынок онлайн-образования, долго, можно сказать, так грелись, да, к тому, чтобы когда-то настал момент, когда вы поняли, что надо все брать и обучать. Да вообще, по-моему, не грелись, да? Ну мы достаточно быстро зажигаемся на новые идеи, на все интересное, поэтому приняли решение, наверное, буквально за один месяц. Походили, посмотрели, пообщались с продавцами, теперь мы уже знаем, кто их научил в акселераторе. Вот, в общем, решение удалось достаточно легко и быстро. Все-таки, если не секрет, поняли то, что работаете с международной компанией. Какой род деятельности вообще, чем занимаетесь там на суд? Юрист, может быть, или... Нет, я занимаюсь продажей. Продажей. Отвечаю за продажи. Ну, оффлайн-бизнес наш, это ремонт турбокомпрессоров автомобильных. Вот, друзья, обращайтесь еще и за оффлайн-услугами. Да, ремонт турбин всех типов. Телефон? С гарантией недорого, да, обращайтесь, телефончик внизу по ссылке проходите. Сколько вы отдали за пакет? Какой пакет привели в акселератор? Пакет у нас СВ, отдали мы за него 400 тысяч. Эти деньги стоят того? Ну, вы каждый отдали по 400 тысяч? Нет, нет, мы взяли один пакет и попросили организаторов участвовать в нем вдвоем. То есть мы вдвоем смотрим курсы, делаем задания и участвуем во всех мероприятиях акселератор тоже вдвоем. Ну, если нужно будет, если они просят оплатить участие второго партнера, то мы оплачиваем, например. Ну, это если там на мероприятии, например, идете, там есть какой-то билет, и вы, соответственно, уже оплачиваете. За второго человека мы доплачиваем. За второго человека. Друзья, вот какой инсайд, очень выгодный. Если вы там корифеи, братья, близнецы, неважно, сестры, семейный клан, то, пожалуйста, есть всегда выходы, главное общаться, закидывать удочку и ловить рыбку. Все, я с метафорами закончил. Нет, это очень хорошая, полезная история, потому что многие сомневаются. И там, вот есть бизнес-партнеры уже на каком-то старте, и я думаю, что это полезная какая-то ваша... Для нас, кстати, тем более, да, полезная? Для нас тем более, да. Можно вдвоем смотреть в один экран. Записывайтесь на наш бесплатный вебинар. Вы полностью уже просмотрели, а включились уже в акселераторе? Ну, у нас курс уже закончен, да, то есть мы полностью просмотрели все уроки, годовая программа закончилась, но в этом году мы начали в январе смотреть. Да, уроки. И в этом году акселератор прислал нам письмо, в котором предложил еще на три месяца продлить доступ к занятиям, дабы... Ну, чтобы досмотреть все уроки, да. Да, еще раз досмотреть. Несмотря на то, что программа годовая, все равно получается так, что иногда не хватает времени из-за других видов деятельности просмотреть все уроки. Поэтому мы сейчас досматриваем и в то же время уже работаем над своей онлайн-школой. Что наиболее ценно в акселе? То есть что, может быть, какие-то вы выделите три пункта, которые вас наиболее, скажем так, впечатлили и оказались полезными? Ну, я бы скорее выделил все-таки нетворкинг, общение, конференции, которые они проводят. Это очень хорошая штука, когда собирается очень много людей, и ты во всем этом варишься, общаешься, и всегда для себя находишь какие-то инсайты, полезную информацию, обмениваешься опытом. Это очень круто. Для меня это очень важно. Ну, и нетворкинг – это первое. Второе? Ну, мне очень нравится, что акселератор привлекает много разных экспертов, помимо обучения именно, помимо самой программы. То есть есть возможность пообщаться, послушать живые выступления экспертов в различных онлайн-школах. Они делятся своими знаниями, своим опытом, и это реально очень важно и ценно. И третье, что-то? Ну, наверное, очень большой объем знаний все-таки из разных сфер, очень много полезной информации, наверное, по всем вопросам, которые касаются онлайн-школа. Да, то есть там тебе и маркетинг, и сайты, ну, все, что хочешь, и рассылки, и так далее, все это есть, там вся эта информация есть, плюс программа годовая, у тебя реально куча времени, чтобы все это освоить. Если ты захочешь, ты это сделаешь. Фактически можно найти все самому в интернете, но потратите больше времени. Ну, когда это все структурировано и заточено именно по то, что тебе нужно, проще укладывается во голове вот здесь. Да, именно структура и какая-нибудь такая система знаний, которая есть в акселераторах. Как вы нашли эксперта, как вы подобрались к этой нише? Потому что ниша, как мне кажется, очень актуальная и весьма популярная. Очень много кто занимается тем, что просто печет торты, продает их. Очень много кто учится на кондитера. Такая достаточно популярная тема. Очень много домохозяек, которые в декрете этим занимаются. Вы как проанализировали? Потому что очень интересен вот этот путь. Мы не отталкивались от какого-то рынка или востребованности, хотя, конечно, кейс, о котором рассказывает акселератор, заработка именно на кондитерской теме, он достаточно такой хороший и показательный, и успешный. Поэтому мы тоже смотрели в эту сторону, конечно, искали среди знакомых, среди друзей. И однажды в сторисах у моей старой знакомой, которая занимается видеосъемкой, мы увидели, как она снимает книгу для одного из кондитеров. Я попросил просто дать контакт от эксперта, посмотрел ее инстаграм, у нее достаточно большая аудитория была. Получил контакт, собственно говоря, связался, провел переговоры, в принципе, на первых переговорах кондитер согласился, и мы стартанули. Как у вас сотрудничество складывалось? То есть это подкреплено договором сюда с экспертом? Или так просто сначала на каких-то рукопожатиях разошлись и начали работать? Конечно, мы с ней подписали договор, мы обсудили все юридические моменты, мы попросили юриста нам в этом деле помочь. Договор мы, естественно, подписали, и работаем с экспертом на условиях 50 на 50. То есть мы делимся экспертом 50% чистой прибыли. А между собой вы как делитесь? Тоже 50 на 50? Да, само собой, да. По-братски. По-братски, да. Хорошо сказано. Скажите, не бывает ли у двух продюсеров между собой разногласий? Бывает, конечно. Мы довольно часто спорим по разным моментам, особенно когда обсуждаем какой-то контент, который будет у нас на сайте, на лендинге. Бывает, конечно. Обычно мы договариваемся всегда. Все заканчивается хорошо. Мирно. Это, безусловно, это видно, потому что мы пришли сюда вдвоем, достаточно все честно и душевно изложили. Друг другу не противоречие. Как вы находите консенсус, как вы приходите? Может быть, я не знаю, тянете палочку какую-то короче, у кого короче спичка или на суэфа? Нет, в основном мы рассуждаем и приходим к какому-то единому мнению всегда. Взвешиваем за и против все факты. Да, просто рассуждаем и выясняем, какая истина лучше, что больше сработает. Да, иногда прибегаем к совету каких-то сторонних из экспертов, просто людей, друзей, может быть, еще кого-то. Вы сделали, значит, в ноябре, да, ну, конец, в конце октября, начале ноября первый поток у вас пошел, да? Сколько человек набрать на первоначальность? Значит, первый поток мы запустили в начале ноября, без какой-либо вообще рекламы, только с помощью прогрева в Инстаграме, исключительно по аудитории эксперта. Значит, на нашем первом потоке училось 52 человека, а выручка составила где-то ориентировочно 510 тысяч рублей. А какая аудитория была у эксперта? Она уже практиковала какие-то онлайн-курсы, онлайн-классы? Нет, у нее своя аудитория, которая подписана на ее Инстаграм, а вообще она сама как эксперт ведет оффлайн-мастер-классы, выездные там в разных городах, в том числе и в Москве, ну, и в городах по России. Ее очень часто приглашают, и, соответственно, у нее в Инстаграме больше 100 тысяч подписчиков. Серьезно? Да, соответственно, мы запустили небольшой прогрев, посты, сторисы о том, что готовится онлайн-курс, и потом его продали просто без всяких вебинаров, без ничего, просто продали онлайн-курс. Вот 52 человека в первый поток. А сколько вложили вообще в старт онлайн-школы? На старте у нас, по-моему, вообще не было никаких затрат. По факту мы не тратили ни на рекламу, ни на что, то есть все действовали как по схеме акселератора, сначала продать, а потом уже записать курс. То есть мы даже не записывали курс. Потом, конечно, у нас были затраты на съемку курса, на аренду студии, на продукты, ну и так далее. Все, что с этим связано, там, с обслуживанием платформы, гид-курс, с какими-то техническими специалистами и так далее. Потом уже были, конечно, затраты. Если говорить о чистой прибыли, то где-то, наверное, 1350 осталось чистой прибылью от этой выручки. С первого запуска? Ну, с первого запуска. Понятно, что потом, когда курс у нас уже есть, мы его, он уже продается, нам не нужно тратить деньги на его запись, нам нужно только тратить деньги на его продвижение, на рекламу и так далее. Сколько потоков прошло уже? Ну, сейчас на данный момент у нас два потока основного курса. Кроме того, мы еще продавали небольшой мини-курс, новогодний курс, состоящий там где-то из трех десертов, ну, то есть он меньше, чем основной. Его тоже продали. И сейчас мы готовим к запуску третий поток. Запустили небольшой мини-курс для прогрева по небольшой цене. И готовим сейчас, буквально завтра, продажу третьего потока основного курса. Да, ну, это такой вариант запуска потока без продающего вебинара, но с предварительной программой через такой небольшой марафон. На марафоне у нас на этом сейчас сто человек примерно... 120 человек обучается уже. То есть это такие видеоуроки, которые выходят каждый день, и прямой эфир с ответами на вопросы вечером. И в конце, буквально завтра, мы будем проводить вебинар, на котором будут участники этого мини-курса. На нем мы заканчиваем этот мини-курс, и на нем же делаем выгодное предложение для участников курса. На нем... Схема стандартная. Продаем, да, по стандартной схеме, продаем основной курс. Это будет третий поток. Что за марафон? Это как... Ну, вот, это ряд видеоуроков. Вечером прямой эфир и отвечают на вопросы. Прямой эфир с экспертом, правильно? Да. То есть это прям непосредственно... На гид-курсе или в инстаграме? Мы это реализовали вообще в WhatsApp. То есть мы подключили этих людей в WhatsApp, группу создали. А прямой эфир через YouTube? Да, прямой эфир вечером идет через YouTube. Утром выходит просто видеоурок, который мы записали сами на свою камеру, свою петличку, сами смонтировали. Просто небольшой теоретический курс мы сделали по основам приготовления мусовых тортов. То есть если мы в основном курсе рассказываем и показываем пошаговые видеоуроки, как сделать все поэтапно, начиная там от подготовки всех начинок, всего состава, да, заканчивая там декором, разрезом, правильно и так далее. А на этом мини-курсе мы подогреваем людей и даем им основу. То есть мы даем теоретическую часть, основу, чтобы они понимали, представляли, что это вообще такое муссовый торт, муссовый десерт. Таким образом мы прогреваем аудиторию и надеемся, что завтра у нас подогретые теплые лиды, они будут охотнее покупать, нежели просто холодную аудиторию, которая пришла просто на ординар. Сейчас внимание, у нас рубрика «Вопрос от Ильи». Да, я знаю. Я знаю. У меня такой вопрос, как, ну в любом случае, да, выбирая нишу, там, вот вы остановились на ниши кондитерских изделий, да, соблазн же все попробовать там или пробовать, как вот у вас с этим дела обстоят? Просто из этого я говорю с той стороны, что вот мы, у нас как бы ниша вина, да, и здесь я знаю, о чем я говорю, то есть соблазн есть, да, мы пробуем. Илья просто из рехаба только, поэтому соблазн все попробовать. Ты понимаешь, что я делаю? Это же онлайн, там, ну где ты это попробуешь? В компьютере это не попробуешь, это все онлайн, мы этого ничего не видим. То есть, да, когда я был на съемке, это был первый день съемок, конечно, я пробовал, и это было безумно вкусно, и хотелось все съесть. Ну, так как съемочная группа, так как эксперты, народу много, всем досталось понемножку, все попробовали, все довольны, много съесть не получится. Но, так как эксперт у нас делает эти торты достаточно часто, и на заказ делает, и мастер-классов участвует, то иногда переподравить возможность, да, от нее получить такой некий подарок, видимо, кусочка торта, и, ну, и, конечно, пробовать. Тех денег, которые вы отдали, да, 400 тысяч за обучение, не жалко? То есть, это стопроцентно, ну, вы... А купилось? Понимаете, что, нет, вы понимаете, что это принесет результат, и эти деньги вложены правильно? Ну, конечно, в принципе, на этом-то и основано, собственно, обучение в акселераторе, о том, что те деньги, которые вкладываются, можно заработать гораздо больше. То есть, у нас сейчас суммарная выручка за, ну, 3 месяца, и то, как бы, можно сказать, что 2,5, составила где-то около миллиона рублей выручка. То есть, ну, прибыли, конечно, соответственно, меньше, ну, сама выручка на миллион рублей. То есть, ну, вложенные деньги, так или иначе, они мы вернули. Вот, планируем теперь, собственно, заниматься тем, чтобы систематизировать, да, то есть, настроить систему, которая будет стабильно работать и приносить доход, и, естественно, масштабироваться. Как вы вообще налаживали вот систему, там, условно, лендинг делали, какие-то, может быть, вы использовали уже готовые скрипты от акселератора или какие-то свои инновации привносили, то есть, там, своим путем, там, термистом шли? По лендингу просто есть у меня достаточно большой опыт из других бизнесов, которые там у нас были. Я практически, ну, мы всегда вместе занимались составом лендинга, да, там, техническую часть я в основном бы воплощал, а поэтому, там, сделать лендинг, там, никакой проблемы не было. Мы знали, там, что где находится, там, и на гид-курсе все есть для того, чтобы сделать лендинг, поэтому не было для нас никакой проблемы сделать лендинг, пустить на него трафик, аудиторию, регистрацию и так далее. Получите бесплатную онлайн-консультацию прямо сейчас! Ну, плюс еще, надо сказать, что в акселераторе есть возможность сдать, как бы, на проверку свой лендинг, да, не только лендинг, но даже и вебинар, ты можешь отправить кураторам, экспертам, которые его посмотрят и подкорректируют, он скажет, где ошибки, как лучше исправить, что принесет лучше конверт. Это, кстати, я слышу первый раз, мы записали уже много интервью, и первый раз слышу о том, что можно отправлять... На проверку. На проверку, да, это... Вообще, есть кураторы, которые звонят, не очень часто, правда, но они интересуются, как у нас дела, на каком этапе все и так далее. Есть вот недавно создали клуб «Пятинолей» для тех, кто зарабатывает до миллиона на чистой прибыли, мы в него уже вступили, начинаем общаться с участниками этого клуба, где тоже очень много полезной информации, люди, которые стартанули свои онлайн-школы, у них уже есть опыт, они подсказывают, делятся охотно, совершенно помогают другим участникам тоже реализовывать какие-то идеи с технической стороны, там, опять же, со стороны вебинаров и так далее. Как не потерять мотивацию, когда что-то не получается? Надо иметь такого брата, который всегда поддержит и поможет. Ну да, в этом плане, конечно, хорошо, потому что если у него заканчивается мотивация, я его пинаю, а если у меня заканчивается мотивация, он меня пинает. В этом плане нам хорошо. В этом плане такое партнерство, это прям то, что надо. И, ну, конечно, нужно делать всегда, делать, 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 делать. Закончилась мотивация, ну и пойди сделай что-нибудь. Аппетит приходит во время еды. В общем, немножечко приуныл, встал, поделал и воспрял. Да, это как в спорте. Нет энергии, поджимался, энергия появилась. Давайте поговорим про ценообразование ваших пакетов. У вас три пакета, 12 900, 12 900, супер. И 29 900, VIP. Конечно же, VIP значительно больше по ассортименту того, что происходит с человеком за эти 8 недель. Как вы вообще придумывали стоимость, на чем она базируется? Вообще стоимость базируется на стоимости одного рецепта. То есть, из расчета один рецепт порядка 3000 рублей за один рецепт продается, ну, какими-то специалистами, экспертами. Ну, такая рыночная цена среди кондитеров. Потому что это не только, ну, как бы, рецепт, это реально техкарта. То есть, там расписано полностью все по граммам, сколько чего нужно. Ну, и плюс, естественно, видеоурок, в котором видно, как все это смешивать правильно. Ну, ценообразование пакетов, я думаю, что вам известно, что там должно быть три пакета. Там маленький, средний и большой. И покупается в основном, собственно говоря, средний, да. У кого есть деньги, покупается большой, и это хорошо. Ну, а лайк покупает тот, кто экономит, и, в принципе, тоже хорошо. Все покупается, все пакеты покупаются. Естественно, средний покупается больше всего. Ну, и среднеарифметическое, получается... Ну, средний чек, в итоге, да, там, получается... Как средний все бы купили. Да, условно. Хорошо. Ну, естественно, когда мы делаем, открываем продажу на курс, там, на вебинаре или просто открываем, да, то, естественно, мы делаем хорошую скидку, даем какое-то время людям, чтобы они купили по выгодной цене. Ну, и основная часть, конечно, покупает именно на старте, да. Ну, и потом идут продажи уже такие небольшие. И мы стараемся тоже после открытия продаж, после онлайн-мероприятий, после вебинаров, обзванивать людей. Денис даже сам обзванивал некоторые, да, вначале, потом мы привлекали специального продажника, который звонит людям и дожимает по скриптам. Продажника нанимали? Да. Да, есть такие люди. А где вы взяли из рядов Аксель? Вообще, в Акселераторе есть там целый сайт даже, наверное, он теперь уже как сайт выглядит, да, и там есть целый пул подрядчиков по разным сферам. То есть там и продажники, и те, кто лендинги делают, те, кто там настройкой платформ занимается. Все-все-все, кто нужен для онлайн-бизнеса, там есть. Они есть как рекомендованные Акселератором, так и рекомендованные просто резидентами, услугами которых люди пользовались. И где-то в одном из чатов, коих тоже очень великое количество остается после всех мероприятий по нетворкингу, конференции и так далее, остаются чаты, в которых люди обмениваются такой информацией. И где-то на просторах вот этих общалок мы нашли продажника, нам посоветовали его. И он по скриптам, мы с ним договорились, заплатили ему за создание скрипта. И он обзвонил просто клиент, принес нам еще дополнительный скрипт продажник. А сколько стоит создание скрипт, а если он скрипт? 5 тысяч рублей стоило создание скрипта. Одному? Ну, один по одному продукту, то есть создается скрипт по одному продукту. И обзванивается база людей, которые потенциальные покупатели этого продукта. За звонок он берет сколько? 50 рублей. 50 рублей один звонок и плюс процент от продажи. Ну, акселератор учит и этому тоже, и как составлять скрипты, и можно самому это все сделать, было бы время и желание. Что в вашем понимании успех вообще, вот просто успех не только продюсера, а в целом для продюсера? Успешный успех? Успешный успех, да, успех успехов. Ну, успешный успех для меня это, когда ты занимаешься любимым делом, оно приносит тебе удовольствие, это прежде всего. Потому что, ну, работа ради денег это, ну, это не работа. То есть, когда ты достигаешь цели, которую поставил, я считаю, это успех. На данный момент мы, наш успех в том, что мы онлайн-школу запустили, она у нас работает, мы продолжаем ее развивать. И я считаю, для нас на данный момент это успех. А на просторах интернета, вот, даже перее, иначе свой вопрос, все-таки тема кулинарии, да, то есть, интернет пестрит, ровно как и народными средствами от всяких болячек, да, то есть, здесь тоже кулинария, это вообще там, вот, рецепт раз нашел, прочитал, сделал. Бывает ли такое, что, там, у вас бывают возражения от ваших слушателей, да, это я бы нашел там, но и в интернете и сам так же сделал. Бывает такое, бороться с возражениями? Ну, на мой взгляд, бороться с этим достаточно просто, потому что то, что выкладывается, как правило, в интернете, это просто видео, и это не школа. Ну, по нему сделать нормальное, качественно и вкусно, ну, не факт, что получится. Не будет работать над ошибками с обратной связью? Ну, конечно, во-первых, нет обратной связи, во-вторых, нет подробного обучения, то есть, все конкретно, по каждому ингредиенту, по каждому инструменту, по каждому шагу, как, что делать, как не допустить ошибки, этого нигде в ютюбе вы не найдете. То есть, это пошаговая система, и она, собственно говоря, приводит к результату, поэтому обучение гораздо действеннее и, ну, лучше, чем просто ролики в ютюбе. Ну, а вообще, в принципе, у нас возражений таких особо и не было, потому что аудитория эксперта лояльная, они знают эксперта, они знают, как он готовит, знают ее десерты, и они с удовольствием покупают обучение и делают, и очень много положительных отзывов, очень много. Я бы добавил еще, что реально очень много нюансов, вот ты смотришь видеорецепт, тебе все понятно, все рассказали, показали, но все равно очень много нюансов, которые ты либо не ухватил, либо, возможно, эксперт, он об этом не сказал, потому что, ну, нельзя обо всем рассказать. Да, поэтому важна поддержка, обратная связь. Какой-то мелочи, поэтому вот обратная связь, она позволяет вот эти все нюансы, как бы рассказать еще ученикам, то есть, они встречаются в прямом эфире, у нас раз в неделю проходит прямой эфир для участника курса, на котором они могут задавать вопросы. И если у них эти вопросы есть, они их задают, получают ответы и идут готовить дальше. Идем учиться, начнем. Идем учиться. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и лайки. Сейчас переходим к той теме, которую вы очень любите, дарить подарки. У нас очень интересное, насыщенное интервью получилось, как я говорил уже, кучу инсайтов, видишь, сколько тут тьма. Вот, и давайте мы традиционно разыгрываем подарок с помощью кого-то промокода. Подарок у нас не материальный, но в то же время очень полезный. Мы делаем скидку на обучение на ваших курсах. Готовы предоставить такой подарок? Конечно, готовы. Класс. На один пакет или на все? Скидку какую-то? Я думаю, что мы можем предложить... Скидку на VIP? Скидку на VIP и супер. На VIP и супер, но что light, он сам по себе light. Ну, он сам по себе, со скидкой уже грубо говоря. Вот, какую скидку сделаем? Ну, я думаю, что 50%. 50%! Вот это прям просто вау! Это с барского ключа. Шубка-то норковая. Вот, это очень хорошо. Друзья, ну это беспрецедентный случай. 50% скидка на пакеты VIP и супер от Дениса и Максима. В общем, после выхода видео, в течение месяца она будет по промокоду Турбины. Да, и, кстати, на ремонт Турбин тоже. На ремонт Турбин тоже по промокоду ТАРТ. По промокоду ТАРТ скидка на ремонт Турбин. Я всех запутал, конечно. В общем, спасибо вам большое за рассказ. Так. Вот. Тик-тик-тик-тик-тик. Все, нетворкинг. Спасибо, что пригласили. Очень интересно было. Да, обязательно. Взаимно. Слушайте, как-нибудь встретимся, поедим вкусных. Муссовых. Так. Чао, бомбинос. Пока. Пока. Слушай, два брата. Я всегда был сторонником такой штыки, что не надо с родственниками делать бизнес. Здесь все гармонично. Они понимают друг друга с полуслова. Есть какие-то противоречия. Они спрашивают у третьей стороны какой-то. Либо договариваются, они говорят, садимся, рассуждаем. Это круто. Это правильно. И в целом, я думаю, все нормально. Будет и всех целей, которые они поставили, они достигнут. Но еще опять молодцы. Не скажут, не выглядят они как хитрецы. Такие простые, радушные, открытые ребята. И очень правильно сделали то, что попросили, скажем так, это скидки даже не назвать. То есть заплатили 40000 на двоих, по 200 тысяч скинули. То есть контенту доступ двойной. Вдвоем смотрят, изучают, делегировали друг к другу, распределили обязательства. Захотели вдвоем пойти на мероприятие, доплатили, пришли. Очень удобно. Очень удобно. Вот что еще. Сдать на проверку лендинг. Да. Это кайф. Это круто. Просто не только советую попросить, но еще, чтобы тебе дали экспертную оценку твоей выполненной работы. Также понравился ответ конструктивный по поводу формирования цены. Это не знаешь, что там просто с потолка взяли какую-то там идею. А будет у нас стоить 75 тысяч 18600 или там 34 копейки. Просто конкретно обоснованное формирование цены. Один рецепт 3000 рублей, столько-то рецептов, столько-то затрат на рекламу, такая-то прибыль. Маржинальность заложили, столько-то эксперту между собой. Все обосновано. Вот очень-очень понравилось. Так и должно быть. Так и должно. Ну вот видишь, как показывает опыт общения, то что не все понимают, все как-то вот интуитивно кто-то подходит к этому вопросу формирования цены. Это нам нужно подумать, как нам цены формировали. Потому что мы с тобой первый наш вебинар. Да, мы интуитивно тоже подошли там. Ну что, ну сколько? Ну 3000 рублей. Ну номинально просто, чтобы была какая-то ценность, чтобы люди записались, хоть кого-то мы взяли, то есть, ну, а как нам эти деньги делить? То есть, ну, в общем, такая история. А как мы их поделили, кстати? Интересный вопрос. Я их не увидел. Ну, все есть в отчетах. Мы, кстати, заплатили даже нашему эксперту Даши. Так что все было по часам. Не надо сейчас оправдывать. Да, игровая механика была введена у них тоже. Что стимулирует людей, кстати говоря, там. Интереснее, да, в раскрепощенной форме мозг усваивает. Ну и вот, что мы для себя почерпнули полезное. Создание скрипта стоит пятерочку. Пятерочку стоит. Звоночек. Пятьдесят рублей. Пятьдесят рублей плюс еще процентчик. Вот. Это круто. Нет. Да, а у нас же был насущный вопрос, да? Да. По продажам. Кто занимался бы продажами? Вот, пожалуйста, мы подбираемся к истине. Осталось только все это реализовать. Делегирование наш путь. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Взялись вдвоем, чтобы нам было попроще. И еще все это делегируем. Вот и простота. Прочнее. Ну ладно. Ну, что-нибудь, что заработаем. Мы молодцы, Илья. Поздравляю тебя с тем, что мы такие молодцы. А Максим и Денис, спасибо вам за это классное, полезное интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!